Собственно говоря, я продолжал вот эту тему, которая была начата еще в Сибири. В следующем альбоме мы еще больше стали эксплуатировать тему, что мы сибирская группа, потому что, собственно, альбом называется «Сибирская языческая орда». Но мы эту тему еще больше расширили и показали чуть-чуть в вывернутом смысле Сибирь, что это какая-то, скажем так, фэнтезийная страна, в которой живут непонятно какие. Какие-то вервольфы или какие-то там варвары. Собственно говоря, здесь, я думаю, в Чехии и во всей Европе и так именно и считают, что в Сибири живут какие-то варвары нечесанные, где нет абсолютно никакой цивилизации. Но на самом деле, я думаю, это идея про канала, потому что, когда мы начали играть эти песни, это был просто концентрат агрессии, мелодизма и кача. И вот этот следующий альбом, который мы впоследствии написали, Сибирь и Хизенхор, очень много людей его полюбят, потому что мы уже сейчас играем на концертах, почти каждый говорит, что это просто бомба. И этот клип, который мы сняли, он тоже является бомбой, потому что, когда я его продюсировал, создавал вот эту основную идею, я хотел раскрыть вот эту сказку, вот эту фэнтези о том, что Сибирь – это дикая страна, в котором живут дикие какие-то звери, которые крадут девушек, питаются сырым мясом. Но в то же время в них есть какая-то духовность, есть вот эта первобытная связь с высшим миром. Шаманизм там проявлен в клипе. И, собственно говоря, вот эту тему мы пытаемся продвигать. А здесь был такой вид природный, такой вид духовный, можно бы я сказал. Сибирь – это действительно агрессивный. Это о тех поганских мэнах, о тех лидо-жраутах, которые просто уточили на той лиде стола и сауны. Дравцы, я дравец. Ну, я считаю, что самое важное, как целый альбом, это просто самая лучшая работа. У меня очень много вещей, которые бы я вам сказал, но они внутри. И, да, это самое для меня самое как бы трогативное, это то, что альбом из души, из нас всех. Это мы, вот, этот альбом это мы. В частности, это главный альбом из прошлого альбом, который был главным альбом, против нового альбом. Сибирь – это единственная техническая страника, Это означает, что Куци выиграли и дошли на моих персоналях. На моих басах, на моих бубицах. И я и о том. Главный взгляд, что звук уже не где-то. Дошло к великому прогрессу по шестанкам. Мы попытались соединить в этом альбоме просто все знания по аранжировке, по продюсированию, по созданию мелодий и вокальных партий. И, на самом деле, мы гордимся этим альбомом. И мы хотели бы его как можно скорее показать людям, потому что, на самом деле, альбом был записан уже давно, почти год назад. И клип был снят давно. И мы все с нетерпением ждем и ждем того момента, когда мы могли бы это показать. Запись альбома проходила в январе 2019 года в студии «Фауст» в Праге. Достаточно известная студия, в которой записывались множество стилей. Но, тем не менее, аппаратура позволила нам просто выжать из инструментов все, что только можно, весь сок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первым вообще Леша сочинил всю концепцию, то есть приготовил. Орхестр приготовил примерные гитарные партии. Приступили к первой записи, это была запись барабанов, то есть моя партия. Мы с Гойкой до этого два дня сидели и работали над каждой деталью, каждым переходиком. До этого год играли, тренировались на концертах, чтобы понять, если эти песни будут интересны. Барабаны мы записывали, по-моему, два дня. Это было очень интересно, потому что мы впервые записывали альбом, которым мы потратили много эмоций, много нервов, много радости и так далее. Я очень ждал этого момента и, наконец, он пришел. Поэтому я пришел в студию, и у меня просто, знаете, как... Я просто чувствовал себя абсолютно в другом мире, вот. Сосредоточенным и так далее, и так далее. Мы очень классно все записали. Я очень горд тем, что впервые мы записали по-настоящему живую ударную установку. И, соответственно, Илья, который он просто гениальнейший музыкант, гениальнейший барабанщик, он просто создал очень классные партии барабанов, которые, я не знаю, настолько оживили нашу музыку, настолько дали ей кача, что, я не знаю, я просто каждый раз, когда слушаю эти песни, испытываю огромное удовольствие, потому что эта музыка уже не такая закостенелая, которая просто написана с помощью компьютера, с какими-то сэмплами, и все очень сильно в квадратах, скажем так. Я еще не устал, но я еще и драмер из Великую Руссу, Илья. Теперь мы наконец-то снимаем четвертый песок нашего нового альбома «Сибирь и Хилл Хорд». Он работает довольно хорошо. У нас осталось еще 5 песок. И, возможно, в этом году мы сделаем и показали вам какие-то хорошие материалы. Это будет для меня лучший альбом, который я записал сегодня. Так что, осталось с тем, кто-то, спасибо всем, что слушают и поддерживают нашу группу. Авторский праздник не буду, потому что это был Алексей Голко Илья. Я участвовал более чем-менее на хране басовых партах. Я работал в студии с Алексеем. Было это хорошо. И, конечно, я не могу сказать, что это было очень много. И, конечно, я не могу сказать, что это было в детали, что уже в порядке. Мы выступали два дни, я думаю, что это было два дни, так что это было не очень долго. На новом альбе «Сибирь и Хилл Хорд» были чистые вокалии. Это самый лучший раздел, который там видно. На Азии были какие-то гости, которые спевали так и чистые. В том смысле, в каждом, минимально в теме, в каждой песнице, какой-то чистый вокал есть. Это неизвестный момент. После этого мы записывали вокал. Была совместная работа с Лешей, наша первая. Потому что до этого мы даже не знали, что мы, может, будем вместе в этих висях работать. И, кстати, вдруг вот у нас получилось. И мы будем продолжать дальше вместе сочинять музыку вот этим способом. И у меня будут в группе тоже новые интересные способности, что я смогу помочь группе еще в чем-то другом, чем барабаны. И, кстати, я думаю, что мы используем английский язык. И, конечно, мы используем английский язык. Я думаю, что мы используем многих послушателей или фанушек. Я думаю, что каждый не умеет русский язык. С тем, что по-другому концертуальный альбом, то что я думаю, что в том-другом духе это так по-другому. Аси стейный. Но я думаю, что эти тексты имеют немного другий размер, другую глубь, и они просто иначе принципованы. В голову приходит какая-то идея, какая-то сверхконцепция, которая потом развивается определенное время. Иногда это время достаточно длительное, потому что для песен с альбомом «Сарабириан Хизенхор» этот процесс вообще длился долгое количество времени. То есть я продумал это все концептуально в текстах. То есть, когда, например, я пишу текст, я могу ощутить, насколько он в энергетическом плане, вот этот текст, впадает с этой музыкой. То есть если это совпадание не стопроцентно, то я начинаю менять текст, какие-то фразы и так далее. И в определенный момент оно соединяется вот так вот. И я чувствую, что это сто процентов. И вот это самое важное, когда музыка совпадает с текстами, и текст не просто набор каких-то символов, смысл, которые ты вот берешь откуда-то, вот оттуда из космоса и хочешь просто вот так показать людям, что вот так вот это моя идея, я хочу с вами ей поделиться. Моя необылибннейшая. Моя необылибннейшая. Мам их вид, мам хрознень рад метафизикл. Дальше, что я рад, так Три оф Нэшнэс и Лос Солз. Я целково я рад по малейшим мелодичным вещам, так что просто про то я выбираю Три Гленстри. Но целково просто все вещи на этом альбусе бомба. Этот альбом для меня абсолютно самая лучшая работа, что я тогда либо сделал. Я работал с многими группами музыкантами, но никогда в жизни я не сделал и не чувствовал такой работы, как мы сделали. Моя речь и мой язык в самой главной жизни, это не русский, не польский и так далее. Это музыка. 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 Я знаю, что многие люди просто как бы не будут этого оценивать, потому что они просто воспринимают нас как таких яростных агрессивных зверей на сцене и так далее. Но просто как бы, я не знаю, как это сказать, это наш стиль. То есть просто нужно понимать этот стиль. Мы, конечно, могли бы делать эти пляски-свистульки, которые делают все, но для нас музыка это сродни ритуала. Этот альбом, он действительно живой, он дышит. И я просто горжусь этим альбомом. Ура. Ура. Соин. Музыка. Высль.